Мы начинаем нашу достаточно нестандартную секцию панельной дискуссии, которая называется Innovation Board Panel. Что это такое? Несколько руководителей отдельных специальных департаментов, которые занимаются работой с дата-сайентистскими командами, которые приходят в компании или со стартапами, собственно представлены здесь, а также те, к кому приходят стартапы. И у нас есть еще один успешный пример компании, которая уже не стартап, которая наверняка очень много таких Innovation Board посетила. Участники дискуссии. Александр Крайнов от Яндекса. Ваше приветствие. Вы его только что видели. Александр Ханина из Vision Labs. Вы тоже только что видели. Тоже приветствуем. Антон Уваров из Мегафона, который как раз руководит таким Innovation Board. И Андрей Черток, который из Сбербанка тоже оценивает стартапы и дата-сайентистскими командами, которые к нему приходят. Тоже его приветствуем. Я бы предложил сначала каждому немножко рассказать про то, кто чем занимается, чтобы зал чуть лучше знал, с кем имеем дело и место быть. Большую часть этой секции мы на самом деле организуем в формате обсуждения с залом и больше вопросов с залом. Так что если у вас есть компания или команда, которая хочет что-то поделать для крупных компаний, то сейчас вы можете узнать много полезного опыта, как это делать лучше и как это делать не стоит. Ну что ж, начнем. Меня зовут Александр Крайнов. Я в Яндексе работаю больше 9 лет. И мой опыт, который может быть интересен здесь, часто заключается в том, что когда к нам приходят какие-то стартапы, которые либо свой продукт хотят продать, либо продакт целиком, их приводят ко мне на предмет посмотреть, вообще стоит ли с ними дело иметь или нет. Но если это стартапы, в моей области, моей компетентности в области машинного обучения или компьютерного зрения. Вот. И, ну, представьтесь или сразу рассказать тогда? Можно сразу вбросить что-нибудь. Я бы хотел рассказать о таких вот, о типовых ошибках, с которыми приходится сталкиваться, примерно в 90% случаев. То есть каждый раз, идя на встречу с потенциальным стартапом, уже прям морщишься и думаешь, ну сейчас опять будет то же самое. Значит, смотрите. Ошибка номер раз. Приходя в большую компанию, люди почему-то считают, что в большой компании нет разработчиков, которые что-то умеют делать. Ну, прям серьезно. Не знаю, почему, откуда происходит такое заблуждение, но оно сплошь и рядом. Нам в 90% случаев предлагают то, что у нас давно работает в продакшене с высоким качеством. А люди даже на это не посмотрели. Не то, как работает не у нас, не то, как работает не конкурент. Это прям большая серьезная ошибка. То есть приходить, не зная о том, что в компании технологически делается, это ошибка. Вторая большая ошибка заключается в том, что люди начинают, приходя в большую компанию, предлагая свой продукт, они объясняют, как этот большой продукт решит проблему большой компании. Скорее всего, это будет большое заблуждение. То есть вероятнее всего, вы не попадете. Вероятнее всего, вы не знаете, на самом деле, какая именно проблема стоит, где вот то самое больное место, которое может ваш продукт решить. Поэтому, рассказывая о преимуществах или достоинствах своего продукта, не пытайтесь акцентировать это, акцентировать внимание на том, как это поможет большой компании. Ну, то есть это обычно прям полная ошибка. Когда нам рассказывают, в чем у нас не так и где это нам поможет, почти всегда несут какую-то полную ерунду. Следующий очень важный момент, что люди, когда стартап общается с большой компанией, обычно происходит общение как? Что какой-то человек, который является создателем, основателем стартапа, общается с людьми, которые занимаются компанией инвестициями, ну или с какой-то первой линией. Они какой-то есть бизнес-диалог. Потом в какой-то момент происходит первая встреча, куда зовут технического специалиста, меня, например. И мой первый обычный вопрос звучит примерно так. Хорошо, давайте для начала вы мне скажите ваши показатели точности и полноты на каком-нибудь публичном датасете. Вот на этот вопрос умеет отвечать сходу процентов 5. Вот остальные в этот момент говорят, фига себе, вы тут валите вообще и уходят. Мы такого не ожидали вообще, что нас будут спрашивать точности и полноту. И то есть тоже большая ошибка идти неподготовленными к нормальному техническому диалогу с коллегами. Следующая большая ошибка начинается, когда люди боятся выдать какой-то секрет. Вот встретились и такие, вот сейчас прям мы сейчас расскажем и все, все секреты сдадим и тут же перестанем быть интересными, все возьмут за нас и сделают. Идеи вообще ничего не стоят на этом рынке и боясь выдать секрет, она ошибочная. Ну и чтобы не завершать на негативе, я скажу, открою страшный секрет, какую компанию прям сразу хочется купить или в них инвестировать или делать с ними какой угодно продукт. Вот есть один абсолютно четкий характерный признак. Если приходят люди, которых хочется взять на работу, вот общение стартапов, например, как собеседование, если их хочется взять на работу, в них хочется инвестировать. А кого хочется взять на работу? На работу хочется брать адекватных людей, которые нормально, говорят нормальным, понятным языком, которые очень четко оценивают свой текущий уровень, которые умеют сравнивать себя с конкурентами, которые являются специалистами в нормальной предметной области. И у меня бывало такое, что ты с людьми разговариваешь и начинаешь говорить, что слушайте, а вы вот это же не пробовали, вот так легко сделать. Вот здесь взять, попробовать какие-нибудь ганы применить, и все сразу зажжет. Вот здесь какую-то синтетику нагенерить, и все сразу пойдет. И люди, когда начинают говорить, да, конечно, пробовали, смотри, мы вот здесь пробовали, это дало нам совсем немножко, здесь попробовали, взяли какую-то статью, здесь все развалилось, рассыпалось, потом пробовали еще вот эти методы, тоже не заработали. И ты такой видишь, что адекватные, хорошие люди прошли путь, который, если ты будешь делать то же самое, то ты его тоже будешь проходить. У них это заняло год, у тебя займет никак не меньше времени, и тебе уже в этот момент их хочется купить, потому что таких людей, во-первых, хочется иметь в команде, а во-вторых, ты понимаешь, что ты выиграешь год времени, взяв их, это очень много. И вот с такими людьми хочется иметь дело, хочется либо их продукт лицензировать, либо их самих купить, и все будет хорошо. В общем, мой совет, приходите на общение максимально подготовленными технически, и приходите подготовленными так, как будто вы приходите на собеседование. Инвестируют не в идею, и даже не в технологию. Инвестируют прежде всего в людей. Спасибо. Саша, хочешь что-нибудь добавить, или рассказать про свой опыт, как ты через такое проходил? Ну да, я могу рассказать про наш опыт, с другой стороны баррикад. Мы начинали в комнате студенческого общежития в Бауманке, нас было два человека, потом стало четыре. И я по образованию инженер-конструктор роботов, робототехнических систем, очень далек от бизнеса и финансов, поэтому мне пришлось пройти трансформацию от такого вот ученого и преподавателя в Бауманке до, наверное, предпринимателя. Я не претендую на истину в последней инстанции, но у нас был такой опыт, что мы, исходя из того, что у нас был такой большой академический опыт, мы приходили и пытались удивить корпорации, крупные компании, ну и прежде всего банки, поначалу это был наш фокусный сегмент, пытались удивить их качеством распознавания. То есть мы приходили, говорили, смотрите, у нас номер один в мире, смотрите, какой график, Equal Error Rate, Precision Recall, то есть козыряли умными словами, то есть мы были в целом счастливы, то что есть возможность поумничать перед великими людьми. В лучшем случае это заканчивалось тем, что человек спрашивал, круто, а что можно почитать в выходные и куда поступать ребенку. Ну а цель другая, то есть цель, чтобы твой продукт, твое решение купили или хотя бы поставили на пилотный проект, желательно не бесплатный. Поэтому здесь, Александр правильно все сказал, нужно на встречу идти подготовленным и желательно понимать бизнес компании, а вы его не поймете, там сидя уже в приемной за 5 минут до встречи, то есть нужно заранее подготовиться, изучить сайт и очень важно понимать, желательно там цели самой компании. Понятно, что внутреннюю стратегию никто не раскроет, но тем не менее, можно по косвенным признакам это изучить и это сильно поможет, если вы понимаете, о чем идет речь. Второе, важно понимать именно, с кем вы встречаетесь. То есть вы, скорее всего, встречаетесь с человеком, который, ну так же, как и вы все, где-то учился, где-то работал, желательно изучить его биографию, чтобы понимать его сферу интересов, его какой-то бэкграунд и желательно понять его интересы. Потому что иногда, когда случаются какие-то назначения, ну то есть вы идете на встречу к человеку, можете погуглить, посмотреть, что, допустим, человек назначен на такую-то позицию с такими-то целями. И глупо идти к человеку конкретному, предлагая что-то вообще из другой сферы, которая в его KPI не заложена. Поэтому это суперважно. То есть все люди и человеческое отношение, оно важнее, чем качество графиков. Важно предлагать решение, то есть желательно говорить на одном языке с людьми, к которым вы пришли на встречу. Далеко не все будут понимать все термины из машинного обучения, компьютерного зрения, поэтому их лучше произносить, когда вас попробуют проверить уже более глубоко. То есть если вы вызвали интерес, вас поспрашивают и по независимым тестам. Если с порога начали говорить, что мы самые лучшие, все конкуренты негодяи, и выберите нас, но это уже не уважение. То есть я тоже поддерживаю Александра, что с такими людьми не хочется продолжать диалог. Что еще? Не нужно бояться выходить на контакт. То есть большинством людей, в том числе какими-то великими руководителями больших корпораций, можно связаться в LinkedIn. То есть по нашей практике мы делали такие не ковровые бомбардировки, но делали рассылки с персональным объяснением. То есть человек, операфизм, что пишут ему, что попытались хоть чуть-чуть потратить время на изучение деятельности компании и пишут какие-то релевантные предложения, пусть и поверхностные. По нашей практике процентов 15 откликается людей, даже очень известных. И важно это фоллоуап и скорость реакции. То есть после встречи обязательно должен быть фоллоуап. И даже если вам не отвечают, это не потому, что вы неинтересны. Может быть и так. Может быть не отвечают, потому что человек занят и пропустил письмо. Поэтому не стесняйтесь какие-то корректные напоминания отправлять. И конечно все хотят видеть профессионалов. Никто не хочет из заказчика видеть, чувствовать себя под опытным кроликам. Что вы придете, попросите, дайте данные, мы что-нибудь натренируем и потом вам покажем. Компании сами это могут сделать, если речь идет об их данных. Как минимум они тогда спросят, хорошо, если мы вам помогаем создавать продукт, то у нас должны быть либо особенные условия. Мы с некоторыми банками так делали вначале. То есть мы на каких-то там супер особенных условиях изначально закоммитились и отдаем этот продукт после того, когда он будет готов. Либо у вас попросят, чтобы IP принадлежала той компании, в интересе которой вы это делаете. Это тоже для стартапа уже все крест. Ну пока так, дальше по вопросам готов ответить. Да, можно вернуться на ту сторону баррикад. Вот, Антон, как вообще стартапы попадают в тебя? Ребята, работают? Так, постучи. Спасибо. Ребят, привет. Меня зовут Антон Уваров. Я руководитель стратегии Мегафона. Вы спросите, почему я на этой сцене? Потому что последний год я занимаюсь инновациями в компании. Давайте буквально пару слов о том, как это работает. У нас есть как раз вот этот innovation board и процесс, который позволяет интерпренерам, предпринимателям, ребятам с толковой головой приходить в компанию, пробовать интересные модели, интересные новые бизнес-идеи на наших данных, на нашей инфраструктуре. Почему мы это создали? Это определенная неизбежность. И тут, наверное, мы не одни такие, тут все уважаемые коллеги из уважаемых компаний сидят на этой сцене. Наверное, еще пара десятков таких же компаний есть на российском рынке. Добавлю небольшую нотку оптимизма. И мы все нуждаемся в вас, в ваших светлых головах, при этом не только в качестве сотрудников, но также еще как раз в стартапах. Как это работает? Ну, конкретно в Мегафоне мы в течение месяца примерно ищем, скаутим интересные идеи, разные новые компании, стартапы, рассказываем про это на конференциях, похожих как это, какие-то устраивают Фри, Сколково, некоторые другие венчурные фонды. Ищем компании, потом собираем их как раз вместе, ну вот с нашими ребятами, такими как Александр, только от Мегафона, в одной комнате, обсуждаем бизнес-идею, смотрим, можно ли ее сделать за короткий промежуток времени, потому что наш innovation board, он работает с пилотами, то есть это такая площадка для экспериментов. Мы даем возможность где-то 90 дней провести пилот, мы даем возможность несколько миллионов рублей потратить на этот пилот, то есть мы платим ребятам, которые работают с нами, для того, чтобы они протестировали свои модели, допустим, на наших данных, и после этого смотрим на результат. Всегда очень важно, чтобы эта гипотеза, которую мы тестируем в том или ином продукте, сервисе, взаимодействии с клиентом или какой-то инфраструктурной части бизнеса, она была правильно оформлена, правильно поставлены, какие-то небольшие, но бизнес-кипиаи. Вот в дополнение, наверное, к коллегам, которые говорили до меня, одна из самых важных вещей, которую мы ждем от ребят, которые приходят к нам в песочницу, мы хотим, чтобы люди думали не только про то, как сделать классную модель, но и то, как принести небольшой вэли для бизнеса. Если вы стартап, то вы должны думать, как в том числе и заработать. Если вы можете показать реальные деньги, любой бизнес, вне зависимости от того, это телеком, банк, не знаю, крупная технологическая компания, они будут рады, чтобы вы поработали вместе с ними. Ну, какие есть способы работы? Я уже сказал, что у нас есть такая бизнес-технологическая песочница, инновационный борт, который скаутит такие проекты, и, ну, можно, наверное, похвастаться, у нас за последние полгода, этот процесс существует полгода, мы вот пять компаний, которые занимаются аналитикой больших данных или искусственным интеллектом, уже отобрали и сделали с ними пилоты. Ну, наверное, половина из них была более успешна, половина менее успешна, так бывает. Что еще? Мы также, я думаю, не только мы работаем с компаниями на коммерческой основе, то есть если вы не хотите делать пилота, а у вас уже есть готовый прототип, вы понимаете, как улучшить какой-то бизнес-процесс, welcome. И, конечно, я думаю, многие работают на дообогащении данных. Ну, наверное, если совсем коротко, то вот так. Окей, я могу сразу бросить вопрос. Как вообще выглядит путь компании и команд, которые подают к вам? То есть я услышал про процесс, как вы сами ищите, а как самой компании, ну, вот, не знаю, возьмем случайно человека в зале, допустим, он хочет прийти, что-нибудь вам нанести непоправимую пользу. Вот, куда идти? Как это выглядит? Очень хороший вопрос, спасибо. Смотрите, первое, ну, вы ищите, там, не знаю, меня в социальных сетях или просто заходите на сайт Мегафона, там даже есть специальный раздел, правда, он глубоко, но мы это исправим. Пишите напрямую, там, по моим контактам или моей команде, если вы видели кого-то из моих ребят на других конференциях. Мы смотрим на вашу идею и стараемся делать это очень быстро. В течение недели-двух точно возвращаемся с ответом да, интересно, нет, неинтересно. Что происходит эти две недели? Мы внутри компании пытаемся найти заинтересованного чемпиона, то есть человека внутри, который будет готов заниматься и вместе с вами пробовать применить ваши интересные идеи внутри такой большой компании, как Мегафон, где-то 30-40 тысяч человек, это много. Когда мы находим этого чемпиона, второе, что происходит, мы организуем вам встречу, либо звонок, если вы не из Москвы, мы также работаем с ребятами, ну не знаю, из Екатеринбурга, из Казани. На этом звонке мы пытаемся верифицировать идею, можем ли мы ее сделать, можем ли мы ее сделать быстро, фактически нащупать вот такой небольшой MVP того, что можно реализовать за 90 дней, какие данные для этого потребуются, какая инфраструктура будет нужна, и это очень, кстати, большой вопрос, то есть не только данные, но и над чем мы это будем делать, то есть какую инфраструктуру нужно будет выделить внутри компании, потому что большая корпорация никогда не отдаст интересные для построения модели данные прям совсем за пределы, за периметры, за контур компании, поэтому надо создавать это внутри. Мы договоримся, как это все правильно оформить. Мы готовимся к Innovation Bardo, то есть раз в месяц у нас проходит такой специальный комитет, на котором 4 топ-менеджера отсматривают небольшие питчи команд, ну, питч длится 10 минут максимум. Там не надо делать гигантскую презентацию, там буквально 4, максимум 5 слайдов, и за 10 минут принимается решение, идти или не идти, выделять небольшое финансирование на пилот или нет. Если все успешно, то мы помогаем, моя команда помогает все оформить юридически, то есть мы подписываем необходимые документы где-то за 2 недели, это NDA, ну, чтобы вы чувствовали себя комфортно, и компания Megafon чувствовали себя комфортно. Мы подписываем договор на оказание, как правило, оказание услуг для того, чтобы замотивировать, в том числе и финансовую команду, которая будет с нами работать, и даем возможность как раз-таки 3 месяца поработать, сделать что-то интересное. Ну, давайте там 2-3 примера скажу, что это было. Первое, это правильного рода кластеризация обращений клиентов. В любой телеком-оператор идет гигантское количество обращений клиентов по всем каналам, с этим нужно уметь работать, и нужно уметь работать умно. Рекомендательные движки различные. Ну, вот такие наиболее горячие темы. И спустя 3 месяца, что происходит? Вы презентуете свои результаты вместе с чемпионом, который работал вместе с вами все эти 3 месяца, тому же инновейшн борду, для того, чтобы посмотреть, а что же получилось. Если гипотеза состоялась, если мы ее подтвердили конкретными результатами, и, ну, не знаю, конверсии оказались высоки, и часто это оказывается так, вот один из последних примеров, команда, которая в этом, в принципе, уже собаку съела, говорила нам, что они за 3 месяца покажут плюс 5% пунктов роста в правильной интерпретации обращений, на самом деле они показали 8%, то есть еще больше, чем даже рассчитывали сами. Ну, почему? Потому что когда, ну, вот, вы сами наверняка общались с крупными корпорациями через разные мессенджеры, IVR и так далее, там большое поле для оптимизации, то есть там есть что поделать, и можно показывать классные уровни новой эффективности, которые раньше не снились. Если все происходит успешно, то мы думаем, что делать дальше. Мы можем, у нас есть 3 альтернативы. Первое, мы можем пойти в коммерческий пром, то есть мы можем договориться работать уже с этой маленькой компанией, стартапом, как с подрядчиком, обеспечив ее заказом на, не знаю, миллионы абонентов или миллионы базовых станций. Либо мы можем предложить им сделать второй пилот покрупнее, если это был какой-то очень маленький пилот, и мы хотим теперь это проверить, не знаю, не на тысячи абонентов, а на десятков, или сотни тысяч абонентов. Либо если что-то не получилось, мы можем переструктурировать пилот, либо от него отказаться. Если вместе пришли к выводу, что это не состоянный мол. Окей, спасибо. Вот. И еще часть баррикад. Вот. Андрей, расскажи, как к тебе приходят команды со стартапами? Всем привет еще раз. Приходят очень по-разному. Я сейчас про это скажу. У нас вообще вот сейчас получилась такая хауту, да, сразу же. Рецепты на старте. А я вот хотел узнать, а кто из вас делает стартап? Хоть какой-нибудь. А кто хочет делать? А кто хочет поработать с кем-то из компаний, представленных на сцене, ну вот, в модели, которая была рассказана? Вот. Почему-то все время поднимают разные люди руки, хотя должны быть вложены множество там. Ну, тогда просто здесь нужно скорректировать понимание, зачем люди сюда пришли, да, там, что они хотят услышать. И, может быть, тоже неплохая задача людей, некоторых людей отговорить это делать, да, чтобы они не потратили свое время. Чем я занимаюсь в банке? Здесь, наверное, моя позиция близка к позиции Саши Корейнова. Я работаю в подразделении, которое отвечает за развитие функции Data Science в банке. Мы запаркованы вне блоков там и подчиняемся прям непосредственно первому зампреду банка. И фактически эту структуру возглавляет Chief Data Scientist банка Максим Еременко. Я являюсь его депети по направлению R&D, по такой контентной части и в том числе по взаимодействию с вузами и с сообществами. Ну и так получается, что нам часто приходится общаться и со стартапами. И как к нам приходят стартапы? Ну, наверное, есть три пути, которые вот за там два с половиной года моей работы. Первый, он самый для нас не самый приятный, но достаточно распространенный. Это когда Герман Оскарич любит оставить свой email на всех площадках, говорит, пишите. И какая-нибудь компания из города N пишет, Герман Оскарич, мы придумали Artificial General Intelligence, мы сейчас все тут вас автоматизируем, все вам сделаем. и дальше это письмо попадает к нам. Посмотрите. И это тот случай, когда мы не посмотреть не можем, но, к сожалению, часто это превращается в то, что команда явно не готова, и они, значит, просто, ну, сам факт того, что они вот таким образом могут прийти и пообщаться, им уже ценен. Поэтому, наверное, из десяти стартапов, которые таким образом к нам попадают, максимум с одним можно вообще хоть начинать работать. И административные, бюрократические и прочие косты для меня, вот лично моего времени, для того, чтобы потратить свое время на общение с такими людьми, они слишком высокие, и мы со временем начали вырабатывать какой-то набор классических стандартных вопросов, ну, когда после такого вопроса компания или команда, как правило, сразу отваливается. И одним из этих вопросов, ну, вот Саша тоже уже сказал, мы начали разрабатывать некие модельные задачки, то есть, если к нам приходит компания, говорит, мы можем анализировать транзакции клиентов, делать персональные предложения, прогнозировать там все, что угодно про жизнь клиента, дайте нам транзакции клиентов банка, и мы сейчас вам сделаем космос. У нас, окей, мы говорим, ребят, вот у нас есть датасет, там за полтора года, по 15 тысячам клиентов, мы его обезличили, немножко обфусцировали, решите нам просто вот такую задачку, там спрогнозируйте, там, не знаю, траты клиента на месяц вперед, вот в таких-то категориях. Похоже, соревнования мы выкатывали на один из наших Data Science Journey. Кто участвовал в этом соревновании, если кто-то помнит? Три человека. Это как раз один из примеров датасетов, которые нужно делать публичными, на них делать исследования. И, в общем, после того, как мы выкатываем эту задачку и говорим, мы будем мерить там какую-нибудь метрику, там, рукаук, да, по какой-нибудь задачке. Вот у вас месяц, придите с решением этой задачи, мы продолжим разговор. В принципе, такой вопрос достаточно эффективно для нас решил задачу не тратить время на компании, которые, ну, не могут ничего. И, к сожалению, техническая подготовка команд, даже чтобы решать какие-то там стандартные когловские задачи с точки зрения постановки, ее не хватает для того, чтобы мы продолжили разговор. И чаще всего начинаются разговоры, что, ну вот, мы решаем другие задачи, что у нас есть ноу-хау-технология, дайте нам розетку, мы к вам подключимся. И в этом смысле кажется правильным делать такие датасеты для компаний. У нас такие датасеты есть и для задачи на UP, и для транзакционных данных, ну, вот, возможно появятся для компьютерного зрения и так далее, но вот у нас есть на самом деле успешные компании, которые с нами уже работают, тот же Vision Labs. Поэтому компании, которые два студента собрались и решили, что они сейчас быстро войдут в Сбербанк или в какую-то крупную компанию, к сожалению, это не кейс. И действительно, здесь очень важно понимать, вот, там, мою головную боль, чем занята моя голова, какие задачи я решаю, понимать бизнес компании или там банально ответить, а на чем зарабатывает Сбербанк. Вот, кажется, что тоже далеко не все компании, которые к нам приходят, могут ответить на этот вопрос. И здесь мы работаем с разными, скажем так, стадиями развития компаний, вплоть до тех, которые уже сложились, генерят прибыль, и им нужна наша клиентская база, и здесь нужно четко понимать, зачем стартап приходит в банк, да, там, или в крупную организацию. Чаще всего либо его бизнес и его специфика завязаны на то, что ему важно получить доступ к нашей базе или как-то обогатить свои алгоритмы и данные. И вот здесь тоже, к сожалению, придется столкнуться с большим количеством интеграционных проблем, и у меня здесь тоже нет ничего, вот прям, очень обнадеживающего, если вы хотите сделать все быстро. Я тут слышу какие-то космические для нас сроки про две недели, месяц подписания пилотов и так далее, к сожалению, Сбербанк, при том, что мы очень быстро меняемся, очень такая инертная организация в этом плане, и нужно быть готовым к тому, что если вы хотите интегрироваться в такие крупные компании, то нужно относиться к этому как к некому долгосрочному проекту, и не нужно делать ставку на то, что ваш стартап быстро начнет жить на деньги крупной компании, чаще всего это не так, и в этом смысле вот лично на моем обыте быстрее всего у нас получается с командами, которые пришли и сказали, ребят, вот у нас есть технология, вот мы умеем там раз, два, три, готовы сделать POC в ближайший месяц на вот таких-то данных и может быть даже за бесплатно, то есть ребята понимают свою вовлеченность, желание начать быстро работать, и в противном случае мы как бы затянемся на очень надолго, но если мы будем уметь хоть хотя бы какой-то минимально успешный кейс с вами, да, там, что вы улучшили какие-то метрики и так далее, нам будет проще в банке продавать эту тему дальше, потому что я как дата-сайентист фактически, мне еще в банке для того, чтобы с вами работать, нужно решить кучу геморройных задач, найти финансирование, найти условия работы, победить юристов, победить центры снабжений, к сожалению, бюрократические машины крупных компаний, они пока не работают на то, чтобы ускорить взаимодействие с маленькими компаниями, которым нужно развиваться. Поэтому мировой опыт показывает, что, ну, там, тех же IT-гигантов, как Google, что нету, что есть некие полярные ситуации, которые чаще всего случаются, и вот такие точки бифуркации, когда вы думаете, что вы пришли и сможете построить бизнес-модель на том, что вы там подпишете контракт и вам будет компания платить, они, к сожалению, не случаются. Либо компанию покупают, и, ну, такие компании, как Google, это делают для того, чтобы, ну, фактически убивать конкурентов, к сожалению. Либо покупают для того, чтобы команда начала работать в самой компании, и у вас не будет проблем с доступом к нашим данным и куча-куча других проблем, которые есть у стартапов, которые внешние, да, вот, поставить в контур ваши алгоритмы, даже если вы сделали крутой POC, это тоже большая проблема, да, как только начинается тема персональных данных, наша служба безопасности, ну, фактически там выставляет огромные требования и очень сложно встать к нам в контур. Либо фактически у вас изначально должна быть логика основания компании, сделать технологию, стратегию или модель, какую-то, да, продукт и портом куда-то продаться. И вот мы в поиске еще других моделей работы, да, есть акселератор Сбербанка, стартап 500, а кто слышал вот про него? Ну, есть люди, да, вот. И мы это делаем совместно с высшей школой экономики, вот сейчас с американскими акселераторскими программами, но здесь нужно понимать, что мы приходим вам помочь просто быстрее развиться, но это не гарантирует вам интегрирование в Сбер как в экосистему, да, мы только работаем над этим. Либо в нашем случае мы нашли формат работы по фактически, ну, таким миром, научно-исследовательским работам, поскольку действительно, как тоже было правильно сказано, не нужно думать, что вы приходите в такие компании, как Сбербанк, Яндекс, и там нет людей, которые умеют решать, ну, там большую часть задач, которые у нас стоят, поэтому, либо вы нам интересны в том, что вы прокопали куда-то сильно глубже и можете сделать какой-то прирост каких-то конкретных метрик и применили какие-то state-of-the-art технологии, на которые у нас нет времени. И нам лучше всего в такой ситуации с вами поработать в режиме такого R&D, да, нам сделать какой-то там полугодовой-годовой проект, когда вы приходите на нашем конкретном датасете, на конкретные задачи и улучшаете наши метрики, и потом мы придумываем бизнес-модель, а как это встроить именно в бизнес-цепочку. Но вот проще всего прийти с какой-то ну такой R&D-историей фактически поработать в роли ну такой лаборатории внешней. У нас есть понимание как это профинансировать и такие кейсы у нас все более часто случаются. И ваше имя станет известно у нас в банке, нам будет проще продавать, скажем так, это там первым лицам банка как проект и к сожалению такие решения у нас в конце концов принимаются ну там на таком уровне, да там но они дают огромный буст для вас дальше. Я наверное много эфира занял, но на какие-то вопросы еще готовы ответить. Да нет, я бы наоборот предложил коллегам может быть как-то прокомментировать услышали ли вы что-нибудь для себя неожиданное. Ну я могу, да, я послушал комментарии коллег, все правда, но я наверное тоже скажу такую как бы крамольную вещь, что несмотря на то, что у нас секция про то, как работать с корпорациями, это вообще как его в простонародье у предпринимателей называется бизнес-модель охота на слона. То есть а на слона чтобы охотиться, ну у вас должны быть какие-то ресурсы. Идея следующая. Да, сразу после слона завалили завалили слона. Да, чтобы завалить слона рекомендация следующая. Поработайте сначала с компаниями поменьше. Во-первых, с ними гораздо легче и быстрее заключить контракт и выйти на какие-то результаты. Потом в конце концов, когда вы пойдете к слону, вам будет что показать. Вы придете не с идеей, а вы покажете, что смотри слон. С младшими братьями уже отработали. Гипотеза стоит того, чтобы ты обратил внимание и посмотрел. Во-вторых, скорее всего, те компании, которые поменьше, они тоже платежеспособны и они вам тоже сгенерируют какую-то выручку. То есть вы покажете трекшн. То есть по моей практике, то есть мы, например, в Сбербанк сначала пробовали зайти и столкнулись с рядом сложностей бюрократических. И в итоге мы сначала повнедрились в десятки компаний помельче и потом попали на радары на самого Сбербанка. То есть мы стали интересны, потому что раз многие компании, пусть и маленькие, в нас что-то видят, значит потенциально на это надо посмотреть. И платящий клиент это самый лучший показатель того, что ваш стартап, ваша идея востребована рынку. ни тесты, ни рейтинги, ни суперученые с большим количеством цитирований. То есть это не приводит к финансовому результату. А финансового результата два. Это значит, либо вы позволяете экономить организации, либо позволяете зарабатывать. Вот. Это, наверное, первая рекомендация, то, что вы станете более интересны, если уже апробируете и придете с чем-то готовым, с конкретикой. А рекомендация вторая, которая касается пилотных проектов. Старайтесь облегать пилотных проектов, если это возможно, но не так, что вы просто отказываетесь, что там нет, не буду, сразу покупаете. Очень часто на практике можно пилотный проект свести к референс-визиту. То есть у вас спрашивает организация, корпорация, а давайте протестируем, например, на тысячи клиентов или абонентов. Вы говорите, а зачем тестировать вот компания X, пожалуйста, давайте мы вас за ручку туда сходим, покажем, как это все работает. Если вдруг не удовлетворитесь, что иногда бывает, тогда еще и у вас протестируем. Очень часто работает, и это показывает вашу открытость, что вы не боитесь отвести к клиенту, и потенциальный ваш новый заказчик пообщается с вашим текущим заказчиком и поймет мнение вообще о вас. Потому что, может быть, у вас продукт работает и круто, вы достигли показателей, но сами вы неадекватны, не отвечаете на письма, не знаю, уходите в запой, все что угодно. Если все-таки дошло дело до пилотного проекта, Антон говорил правильно, что должны быть какие-то измеримые показатели, и важно о них договориться не на презентации, когда вы уже презентуете результаты пилота, а на берегу. То есть вам говорят, давайте проведем пилотный проект. Вы говорите там, здорово, давайте проведем, но давайте сразу обозначим критерии успешности. Потому что, как правило, вы когда стартап, у вас ресурс ограничен и вы не можете запустить пилотные проекты сразу в десятках организаций. Вам нужно выбрать те, где, скорее всего, будет максимально близкий срок заключения контракта. Поэтому, если корпорация не может вам сказать конкретики, рекомендую фокусироваться на тех, где она есть. Это поможет. И это же поможет тому же, например, чемпиону или потенциальному бизнес-заказчику, а потом обосновать. Разреши, прям вставлю одну фразу. И если вы эти гипотезы нащупали, просите за пилот денег, потому что это и корпорация будет мотивировать работать с вами, и вас будет мотивировать работать с корпорацией. Бесплатные пилоты по нашей практике работают очень плохо. Да, очень часто бесплатные пилоты, это означает, что они нигде в никаких системах внутренних не заведены и удовлетворяют личный интерес что-то новое почерпнуть, менеджера, который говорит, а что, бегите туда, или бегите туда. А потом окажется, что менеджер поменял работу и о вашем пилоте никто больше кроме него не знает. Поэтому, если вы запускаете пилотный проект даже за тысячу рублей, это лучше, чем запустить пилотный проект бесплатно. Потому что, как минимум, чтобы заплатить тысячу рублей любой организации нужно как-то это зарегистрировать. Очень часто, это тоже была наша ошибка, мы брались за разные проекты даже не понимая в начале как решать задачу. Поэтому не бойтесь говорить нет. Это тоже ваш вес и адекватность сильно повышает в глазах потенциального заказчика, будь то даже маленький или большая корпорация. То есть, если вы говорите нет и аргументируете почему, это уже собственно слова эксперта. если говорить про инвестиции, это тоже вы затрагивали, я рекомендую по своему опыту сначала приходить не в корпоративные фонды, а сначала приходить, ну то есть, даже в России, несмотря на всю вот эту грусть с отчетностью по грантам, грантово финансировано недостаточно, недостаточно грамотно сформулированных предложений, именно зачем вы берете грант, какой будет результат. Поэтому неплохо можно взять там разные гранты. Мы в свое время брали там от фонда Бортника, там небольшие деньги, но их достаточно, чтобы сделать MVP, то есть, минимальный жизнеспособный продукт. Потом венчурные компании, они не замыкают вас на конкретного заказчика, потому что часто то, что мы видим, особенно на западе, в России просто это не так еще распространено, а на западе, например, если ты берешь деньги, допустим, от какого-нибудь телеком-оператора, вот мы сталкивались с тем, что обсуждали взять деньги от дочери телеком, и нам тогда их конкуренты, там, оранж телеком, и другие говорят, что если вы будете с ними работать, то все, до свидания, с ними работайте. То есть вы сразу свой рынок ограничиваете, поэтому лучше эволюционно пройти, там, какие-то небольшие гранты, собственные сбережения, ну, то есть мы финансировались по принципу вначале, как FFF называется, Fools, Friends and Family, то есть кто дает деньги, потом уже какие-то небольшие гранты, потом венчурные деньги, потом уже можно приходить к корпорациям, то есть это логичный шаг. Пока так. Если коллегам нечего добавить, мы можем потихоньку переходить к вопросам из зала. Да, можно еще раз благодарить коллег за столь ценные инсайты. И первый вопрос. Здравствуйте, спасибо за интересные рассказы. Для аудитории это, конечно, будет полезным и есть полезным. Вопрос связан с тем, работаете ли вы с НКО, работаете ли вы с внешними структурами, которые помогают стартапам ликвидировать безграмотность. Собственно, вот эти 5%, которые к вам доходят, они же доходят, потому что чему-то научились, но есть остальные 95%, которые, например, я, как, например, в школе стартапов Руссоу, доделываю это, работаете ли вы с такими и как? Спасибо. Это вопрос к вам и я бы хотел услышать ответ от всех. Начнем с Антона, потом Александра, Александра и Андрей. Да, давайте расскажу. Во-первых, просто, чтобы на цифрах пощупать, вот я рассказывал вам про нашу песочницу, Innovation Board. За полгода мы отсмотрели примерно 400 стартапов, 400 независимых маленьких предпринимателей, кто-то покрупнее, кто-то поменьше. Из них до Innovation Board дошло примерно 50. Это вот все, что успели за полгода посмотреть. Из них примерно половина, то есть 25, мы примерно взяли в работу и начали с ними делать те или иные пилоты. Конечно, те, которые проходят Innovation Board, они уже как-то где-то прошли либо какую-то акселерацию фри, либо что-то делали в Сколково, либо работают с каким-то венчурным фондом. Как правило, хорошо презентовать свои результаты, правильно оформить гипотезу, выставить KPI, презентовать это все могут люди, которые уже делают это не первый раз. Поэтому мы, конечно же, работаем со стартапами, которые прошли уже такие школы акселерации, какие-то инкубаторы, еще что-то, и открыты к тому, чтобы сотрудничать с другими некоммерческими организациями, которые готовят подрастающие стартапы, потому что там как раз новые интересные идеи. Раз попросили ответить всех. На самом деле, тоже, если уж мы говорим про инструкции к действиям, я не сказал про правильную точку входа и для стартапов, и для организаций, которые хотят сотрудничать со Сбербанком при работе со стартапами. Значит, у нас есть дирекция развития цифрового бизнеса, называется ДРЦБ, ее курирует Марк Завадский. В общем-то, это подразделение в банке, которое сейчас курирует развитие экосистемы Сбербанка, ну и как следствие взаимодействия с компаниями внешними, которые в эту экосистему попадут и должны попасть. И как мне кажется, это сейчас правильная точка входа, чтобы пытаться продавать себя, свои продукты, услуги и так далее банку, и они как раз оценивают по всем параметрам, и по бизнес-моделям, и по финансовым показателям и так далее. Мы лишь закрываем часть в тот момент, когда нужно сделать какую-то экспертизу. И, собственно, проект Startups 500, который есть в Бирбанке, он родился там, в ДРЦБ. И, как мне кажется, правильно и точно им будет интересно поработать в связке с другими внешними организаторами, акселераторами, которые уже существуют. Сейчас это были пока вот точечные эксперименты у нас. Это была сейчас вторая волна, там достаточно тоже сумасшедшая воронка была выстроена, и топ-30 финалистов, топ-10 из них, они сейчас поехали в долину значит практиковаться. И у нас выстроен этот бассейн так, что вот по пути как раз стартапы обучают бизнес-моделям, обучают искать ответы на вопрос, а для кого этот продукт, кто целевая аудитория, как вы будете продавать. То есть многие из тех компаний и команд, которые туда пришли, это просто, ну скажем так, технари, которым помогают заполнять вот эти незаполненные ниши в мозаике. Вот. Поэтому новые форматы, я думаю, будут развиваться у нас. Не могу сказать, что мы большой пока еще путь прошли, но поскольку движемся в сторону экосистемы, покрытия новых сфер, то будем в этом активно развиваться. Поэтому тоже открытое сотрудничество. Я могу про наш опыт работы с акселераторами и некоммерческими организациями рассказать. Ну то есть уже пройдя какой-то путь и набив много шишек, учитесь у тех, кто раньше уже проходил этот путь, потому что очень часто акселераторы организуются теми людьми, которые никогда бизнес не делали. И я помню, даже у меня в университете был там мега-клуб предпринимателей, где ни одного предпринимателя не было. Вот, то есть теоретики. Поэтому это звучит как аудиокнига, то, что вы можете скачать там 10 секретов успеха бизнеса, как стать миллиардером. Поэтому лучше учитесь тех, кто уже успешен, кто уже прошел такой же путь, желательно в релевантной вам сфере. Это очень помогает. Я еще добавлю, что мне каждый раз коробит, когда мы говорим, что вот люди, которые учат, как сделать свой стартап, люди, которые там делают свой стартап, продают свой стартап. Вот вообще неинтересны люди, которые хотят сделать стартап. Вот прям совсем. Я объясню. Интересны люди, которые хотят сделать что-то, что захватит весь мир, а сейчас находятся в стадии стартапа. Это понятная история. А люди, у которых цель сделать стартап, и которые учатся делать стартап, они, ну как бы, у них сделают вот это, даже если он успешно получится, они пойдут делать, видимо, следующий. Если не успешно, то тоже какой-то следующий. Интересны те, которые хотят сделать какую-то там самую большую, ну не обязательно большую, самую лучшую в мире компанию, получить там кучу пользователей, вообще встать крепко на ноги или еще что-то, сделать что-то великое. А вот учиться делать стартап, наверное, не надо. Стартап это как раз не очень хорошая стадия, которую нужно научиться максимально быстро преодолевать и переходить во что-то большее. Ну а вообще, как бы, все говорят, что стартапер это горе в семье. То есть, действительно, эту стадию надо пройти. Да, и еще, как бы, комментарий по инвестициям. То есть, тоже, Саша, поддержу. То есть, вы, когда приходите просить инвестиции, покажите свою состоятельность и какие-то планы долгосрочные. Потому что многие компании приходят и прям умоляют дайте нам денег, у нас осталось финансов на три месяца. И если что, я опять вернусь на свою работу. И многие, не дай бог, даже говорят, что я сейчас работаю и как хобби делаю стартап. Ну то есть, так не работает. То есть, фокусируйтесь целиком на одном деле. И инвестор гораздо больше интереса к вам проявит, если вы покажете, что в целом вы будете развиваться и без него, но эволюционно. А если вдруг он даст вам деньги, то случится революция. Мне кажется, все ответили. И можно маленькую ремарку, просьба задавать вопросы плюс-минус точечно, не ковровыми бомбардировками. Вот тут вопрос. Первое, я хотел сказать спасибо, что вы пришли, высказали свою точку зрения. Для Александра, у меня вопрос. Как компания русская, вы, первое, пробовали внедрять ваши технологии в Европе и в Америке. И второе, ну, если это так было, или хотели привлекать инвестиции, какие были проблемы с тот имидж, который Россия сейчас есть в глобальном рынке. И более специфично даже система распознания лиц, например, которую вы разрабатываете тоже. Да, спасибо. Ну то есть, я правильно понимаю, что вопрос, был ли опыт какой-то зарубежный, да? Как вы боролись с этой негативной, как вы боролись с этой негативной, какой у русских компаний есть? Понятно. Но сейчас я могу сказать, что примерно, ну, где-то от 25 до 40 процентов у нас выручки международной. Мы создаем международное присутствие. Вот 6 мая открыли офис в Сингапуре. То есть, да, внедрение есть. Компьютерное зрение везде развивается и активно внедряется. С русским следом, если честно, редко сталкиваемся. Это, на самом деле, сильно преувеличено. Даже если кто-то будет у вас за спиной шипеть, то, что вот там российские фамилии, российские паспорта, ну, просто идите как танк вперед. За это люди уважают. Уважают то, что вы не боитесь трудностей и доказываете, что ваш продукт хорош и он достоин. То есть, какая разница, кто вы? Важно, если вы приносите результат, если бизнес видит, что он позволяет, то есть, у вас продукт позволяет экономить или заработать, и это измеримо в цифрах. Какая разница? Потому что, в конце концов, очень часто у нас бывало так, что отдельно взятые менеджеры действительно поддерживали там локального производителя, но это случалось в большинстве случаев при прочих равных. Если у вас одинаковый результат, то им проще поддержать локального производителя, например, там, тех же китайцев, потому что с ними нет языкового барьера и так далее. Там проще с налогами. Если же вы превосходите, то в большинстве случаев убирают нас. Но сразу оговорюсь, что мы работаем в коммерческом сегменте. Если бы мы попытались внедриться, не знаю, в какие-нибудь оборонные технологии Соединенных Штатов, естественно, там заградительные барьеры есть. Но, к счастью, мы в этой сфере не работаем. То есть русский след – это, по большему счету, какой-то телевизионный вымысел. Да, иногда бывает дополнительный комплайнс проверки, но в целом на результат это слабо влияет. То есть все возможно, можно даже из России что-то внедрять. Спасибо большое. Можно еще маленькую ремарку со стороны корпорации взгляд на эту проблему. Если у вас есть возможность, как у стартапа или предпринимателя, поработать за рубежом и сделать что-то там, делайте, набивайте шишки и на нашем рынке, и за рубежом, вне зависимости от того, какой это рынок. Вы будете стоить дороже. Даже если вы там сейчас что-то не сделаете, вы будете знать, как работает этот рынок, вы научитесь чему-то новому. Будете вы привлекать новый раунд, или будете вы потом делать пилот, или продаваться полностью, капитализация выдвиж. Ну просто есть такое понятие у инвесторов, как мультипликатор. То есть когда приходишь и говоришь, что инвестируете у меня, сразу речь идет о том, по какой оценке, и как правило оценивают. Ну то есть как в фильме, как в сериале, там «Кремниевая долина», люди же рассказывают, что не дай бог не допустите, чтобы у вашего стартапа бывала выручка. Как только есть выручка, сразу вас начинают оценивать по выручке. До этого спекулятивная оценка. Но если, допустим, выручка есть, к чему тоже надо стремиться, например, по нашей практике, к российской выручке большой дисконт. И если вы целиком там сфокусированы на Россию, это покажет, во-первых, ваше узкое мышление и отсутствие амбиций. И такие компании, ну в сфере искусственного интеллекта, как правило, больше 100 миллионов долларов в «Алуэйшн» не достичь. Это статистика российская. Даже если у вас выручка будет тоже 100 миллионов долларов. То есть есть просто какой-то порог. Сухие факты. Мы сейчас тоже проходим определенные стадии подъема инвестиций. И, например, выручка из России, она оценивается по мультипликатору от 2 до 10 к выручке. Ну то есть, значит, компания будет стоить, например, от 2 до 10 выручек. Если у вас международная выручка, то до 40. Здравствуйте. Еще раз. Мне бы интересовало такой вопрос. Многие компании пытаются именно разобраться, точнее развиваться в тех направлениях, которые есть, и какие-то новые существующие. Допустим, будет на рынке 2 компании стартапа, которые могут сделать, усилить, ну в том числе, как вы и сказали, в денежном эквиваленте, либо в экономии, либо в увеличении прибыли, в действующем направлении, либо в новом. Так все-таки у каждой компании, я думаю, создает свои экосистемы. И вопрос такой, какая компания больше акцент на какое направление усиливает, на действующие, либо на новые развития? Никто же не выбирает. Смотрите, тут тоже очень важный момент. У нас есть еще одно заблуждение, которое часто я очень слышу. Вы говорите, компания, вы когда что-то продаете Яндексу, вы продаете не Яндексу, вы продаете конкретному человеку в Яндексе. Ну и в любом другом месте. Там он может быть будет не один, там в конце концов должна быть какая-то цепочка людей, принимающих решения, но их не очень много. Ну там вот реально людей, которые принимают по вам решения, их там немного, их меньше 10 человек. Это не огромная компания, это очень конкретные люди. И есть кто-то, кому вы вначале пришли, у кого есть его направление, у него голова болит по поводу того, как его развить, как его улучшить, как добавить какую-то функциональность. А есть кто-то, у кого просто обязанность, кто в компании занимается диверсификацией, у кого обязанность находить какие-то новые ниши, какое-то новое что. И то, и другое всегда присутствует в любой компании, которая размером, ну, каким-то больше чем. Вот дальше просто вопрос, к какому человеку вы приходите. И это тоже очень важно. Вот Саша, кстати, очень правильно же говорил, что нужно понимать, нужно посмотреть, изучить человека, которому приходишь что-то рассказывать. То есть, если это человек, который занимается совершенно конкретную позицию, занимается абсолютно каким-то текущим бизнесом, текущим направлением, то, наверное, с ним бессмысленно говорить про новые широкие перспективы и новые рынки, которые откроются. И наоборот, если задача человека развивать бизнесы, развивать какие-то новые направления, то бесполезно ему говорить, как это улучшит работу какого-то текущего подразделения. Вообще, конечно, везде интересно и то, и другое, просто есть везде какие-то конкретные люди, одним интересно одно, другим интересно другое. И большая ошибка их перепутать. Добрый день. Можно, да? Добрый день. Вопрос Антону и Андрею. Спасибо, что рассказали, как работаете со стартапами, как про точки входа. Как вы работаете с венчурными фондами, с бизнес-ангелами, частными инвесторами, носителями какого-то портфеля стартапов? Есть ли какие-то положительные практики, когда вы инвестировали в них? Спасибо. Ну, давайте я начну. Действительно, работаем с венчурными фондами. Пока еще эта история не про вход в качестве limited partners или как-то по-другому. Это больше партнерство, когда эти фонды знают про то, что происходит у нас, понимают, как работает наша воронка, понимают приоритетные в данный конкретный момент, в этот месяц или в следующий месяц для нас направления, рекомендуют нам свои портфельные компании, либо компании, которые они смотрели, и мы пытаемся с ними что-то сделать. Насколько я понимаю, для венчурных фондов это интересно. Почему? Потому что это определенная экспертиза, которую они не могут получить ниоткуда еще. Фактически для них это является хорошей лакмусовой бумажкой, проверкой того, того или иного стартапа, того или иного нового направления бизнеса, который они смотрят. По поводу входа в equity или в покупки чего-то венчурных фондов, это, наверное, больше кейс-бай-кейс. По поводу входа в LP пока нет, возможно, в скором будущем. Ну, я здесь немного добавлю. У нас есть венчурный фонд Сбербанка в долине, ассоциированный, скажем так, со Сбербанком. Он преимущественно, конечно, локализован для поиска компаний в самой долине. И часть из них попадают в экосистему банка для того, чтобы с нами поработать. Пока каких-то больших планов по работе с венчурными компаниями в России, ну, мне об этом, по крайней мере, неизвестно. Здесь я не совсем, наверное, даже тот человек, чтобы эту тему обсудить. Это, опять же, вот Марк Завадский, наверное, лучше ответит. Но пока вот мне такая масштабная практика работы с венчурными фондами неизвестна. Здравствуйте, Михаил. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Значит, ну, вот когда вы уже договорились, внедрили, например, свою разработку в фирму, как обычно происходит дальнейшая поддержка этой разработки, конкретно стартапом. Ну, то есть я к тому, что очень часто даже, ну, когда ты идешь в компании, они вроде занимаются одним и тем же, но при этом у каждых свой стэк, там, технологий, данные, как правило, тоже немножко, но различаются. И вот, ну, то есть вот этот именно момент. Вопрос ко всем. Ну, ну, вообще, мне интересно услышать, как бы, мнение из той, из той стороны баррикад, как бы, ну, давайте я тоже коротко здесь скажу. Опять же, вот, очень важный фактор, насколько команда готова высаживаться в контур банка, да, и вот как раз чаще всего успешное развитие взаимодействия происходит тогда, когда, скажем так, команда, там, несколько человек высаживает прямо в банк, и они постоянно находятся в банке на поддержке и развитии решения. Потому что просто сделать коробку, которая в какой-то срез времени что-то сделала, и мы поняли, что это хорошо и можем двигаться дальше, как бы, чаще всего нужно понимать, что это нужно делать все в динамике, да, у нас все время меняются задачи, у нас, там, обогащаются данные, у нас меняется структура, инфраструктура внутренняя и так далее. И нормальные компании, там, стартапы, и более крупные компании понимают, что, ну, как минимум, у них выделен некий аккаунт вообще для работы там со Сбербанком, поскольку Сбербанк очень большой, распределенный и, мягко скажем, там, не всегда синхронизированный, это тоже еще одна, вот, скажем так, у стартапов, ну, боль, которую они нам говорят. Они говорят, я вот общался с Власей, потом через два месяца с Петей, через три месяца с Мишей, все трое друг о друге не знают, и они высказывают, ну, скажем так, мы же со Сбербанком работаем. Вот, Саша здесь правильно сказал, что вы работаете с конкретной командой, с конкретным человеком, который отвечает за какой-то периметр, да, и в этом плане, ну, нормальные стартапы выделяют некого аккаунта, который синхронизирует по всему там, по всей крупной компании активность и все время фактически находится в банке. Поэтому по развитию очень важно понимать с вашей стороны, что мы по кнопке не запустим, и это не будет работать вечно. Вам нужно заниматься поддержкой, и это просто отдельный пункт в контракте, который тоже стоит денег для нас, да, и для вас это способ тоже выживать, да, потому что вам продать просто один раз по лицензии, например, вряд ли будет интересно. Вам нужно понимать ваш кэшфлоу, что вы будете живы через год, через два, и вам выгодно придумать бизнес-модель, где ваша поддержка и развитие продукта будут оплачиваться с нашей стороны, и мы это тоже понимаем. Поэтому здесь, мне кажется, все механизмы известны, и важно иметь у вас в команде человека, который про это понимает. Спасибо. Как и просили мнение с другой стороны. То есть Андрей полностью прав, то есть у вас должен быть человек или группа людей, но главное, чтобы он был один ответственный, кто отвечает за взаимодействие с конкретным заказчиком. Это важно, чтобы у вас было с кого спрашивать. Что тоже важно понимать? Вы можете прийти в крупную корпорацию, и она вас постепенно поглотит своими задачами и кастомизациями. Вам важно во всем этом, казалось бы, ну, очень заманчивом заказчике, который может платить вам много денег, не потерять стратегию компании. То есть вы не забываете еще про других заказчиков. То есть как правильно делать, и мы тоже такие ошибки допускали. То, что начинали там слишком глубоко кастомизироваться, углубляться, и это бесконечный процесс. И самое плохое, что это очень часто процесс ради процесса, а не ради результата. Общайтесь с разными заказчиками в разных сферах, общайтесь с конкурирующими компаниями для того, чтобы, то есть вы пообщались с какой-то компанией, набросали множество запросов, пообщались с другой, еще множество запросов, встретили еще. Вот пересечение этих множеств, это ваш корр-продукт. То, что выходит за рамки корр-продукта, вы можете, допустим, на каждом конкретном пилоте договариваться, что там, друзья, ну, любой каприз за ваши деньги, вот есть корр-продукт, а какие-то кастомизации, но это уже, мы развиваем корр-продукт, но, и вот у нас такой вижен, потому что здесь у нас такая смешанная дискуссия, вроде бы и про работу как с заказчиком, и про инвестиции. Заказчику интересно, да, чтобы вы только на него были сфокусированы, все ресурсы бросили. Инвесторы, для инвестора это стоп-фактор, это значит, что ваша оценка будет верхний потолок, это потенциальная выручка от одного заказчика. Я еще добавлю, еще такой немножко технический аспект, вот маленькая компания вливается в состав большой, что дальше происходит со всеми технологиями, со всей этой историей. Здесь важно сказать следующее, что есть некоторые вещи, которые всегда покупаются, если покупается стартап, которые важно не терять, это темпы люди. Перевод на другую технологию часто ведет к потере темпа и людей. Но писали люди, там, не знаю, на каком-нибудь модном ГО у них что-то там было написано, где-то там на Амазоне хостилось, а их теперь говорят, все, заезжаем в нашу инфраструктуру, все переписываем на плюсы, и хватит пить ваш смузи, давайте, значит, переходить к серьезным делам. И там полкоманды уходят, они вообще здесь работали, потому что им на этом языке прогать нравится или еще что-нибудь такое. ее не допускают. Но с другой стороны нельзя сказать, что все, ребята, существуйте дальше, как вы существовали, потому что, может быть, вообще у людей нет никаких мониторингов. Ну, это для стартапа, наверное, в какой-то момент времени позволительно. Может, там нет никаких гарантий стабильности работы сервиса, может, у людей вообще никакого репозитория своего нету, потому что они считают, что у нас тут пять человек, зачем нам иметь свой репозиторий, у нас все зашибись. А в большой компании так не может быть, в большой компании проект должен продолжать работать, даже если вся команда меняется. Поэтому, ну, там очень много всяких условий есть, почему процессы должны перестраиваться. Но всегда стараются это делать медленно и аккуратно, потому что, чтобы не убить две основные вещи, как я уже сказал, темп и команду, потому что тогда вообще непонятно, что ты купил. Понятно. Спасибо. Окей. У нас есть время еще на один-два вопроса. Самое время. Да, добрый день. Интересно было бы услышать, как в Сберии РНД проекты, ну, вы сделали акцент, Андрей, про то, что именно на формат РНД, как они вообще начинаются, то есть с кем работать, с идеями, к кому приходить и как это выглядит. Да, постараюсь кратко рассказать. На самом деле, формат РНД, он исторически у нас развивался для взаимодействия с вузами. И, в общем-то, одна из наших тоже сфер ответственности это работа с вузами. Сейчас мы работаем, ну, там, с пятью, шестью ключевыми вузами, с научными группами, которые запаркованы там. И здесь тоже это тема отдельного обсуждения вообще, как компаниям наиболее эффективно работать с вузами. К сожалению, я пока не могу поделиться суперуспешным опытом он кейс-бай-кейс. И, в общем-то, здесь все очень просто. Вот у нас есть, скажем так, в банке некая кубышка денег, которая, собственно, на это и запаркована. На РНД задачи, в частности, в теме AI. И у нас в банке есть, ну, вот наша задача пытаться понять, какие вообще есть бизнес-заказчики, в каких блоках, какие перед ними стоят задачи. мы ведем такой реестр инициатив в Сбербанке. И это уже далеко не только скоринговые задачи. И у нас как раз очень динамично развивается там, в частности, тема NLP, диалоговых ассистентов, компьютерное зрение, speech recognition, ну, тот же AutoML, сейчас тоже большое внимание. И мы ищем, на самом деле, не так сложно в России найти команды, которых ты знаешь, что они специалисты в этой теме. У нас рынок достаточно узкий. И, в общем-то, мы сегодня уже много раз поговорили про то, что мы фактически фиксируем какую-то конкретную задачу. Мы пытаемся понять, какая метрика, в какой задачи выделить на R&D проект. То есть, это все-таки прикладной R&D. И с нас спросят, а какой фин-эффект в банке этот R&D может дать. Поэтому мы фундаментальными исследованиями в рамках вот таких проектов сейчас не занимаемся, но стараемся начать финансировать лаборатории, которые есть в ВУЗах, на то, чтобы какой-то процент их деятельности был направлен на фундаментальной R&D. Ну и вот сейчас формула где-то 30-70, ну мы стараемся к ней прийти. А так у нас все R&D, они прикладные, поэтому мы прям фактически пишем в ТЗ, какую метрику мы хотим достичь. И вот те ресурсы и наши человеческие финансовые, которые должны быть потрачены, они должны быть, ну скажем так, окупиться с точки зрения того, что команда сможет сделать. И к сожалению, пока мы видим, что многие R&D подразделения, это и в мире сейчас тенденция, они все-таки все больше фокусируются уже внутри компаний и все меньше они при ВУЗах. Поскольку ВУЗы сейчас не готовы так быстро меняться, как требует рынок, и ну в России тоже есть более фундаментальные ВУЗы, которые просто не готовы, ну вот очень привыкли к этой системе грантов, государственных грантов. Я собственно сам в Сбербанке оказался из такой лабы в одном из ВУЗов перешел, да, Сбербанк пришел в этот ВУЗ порешать задачу, мы порешали и они меня переманили в Сберок. Поэтому, к сожалению, процент здесь тоже не очень высокий, чаще всего, если мы работаем с ВУЗами, то у нас у них недостаточное понимание вообще бизнес-мышления как такового, если мы работаем с какими-то стартапами, то в принципе у нас логика та же, они здесь более гибкие и мы видим, что здесь у нас перспектив гораздо больше, поэтому для нас работа с ВУЗами это скорее формат, ну при котором как бы ВУЗы будут выпускать более релевантные кадры для нас и вот эти лаборатории, R&D проекты это просто способ занять их актуальными задачами и фактически там воспитать кадры, поскольку сейчас очень печальная ситуация в этом смысле, она будет только ухудшаться, вот, поэтому есть ключевые направления, NLP, Speech Recognition, Computer Vision, там, RL, AutoML, рекомендательные системы и в целом ну классический DS, скажем так, у нас его много, вы просто должны прийти с каким-то кейсом, желательно с каким-то уже опытом, где вы кейсы свои прошлые опишите и до Сбербанка поработать с кем-то, потому что вам будет сложно продать себя просто потому, что вы на Кагле там в рэнкинге входите, то есть вам нужны прям бизнес кейсы, которые вы уже порешали и вам будет гораздо проще с нами договориться, а дальше процесс в принципе сейчас более-менее складывается и ну тоже кейс-бай-кейс, ну вот в принципе есть команды, с которыми мы от момента, когда они к нам пришли и мы с ними уже начали работать, проходит всего месяц. Единственное, нужно быть готовым к тому, что из-за опять же организационных бюрократических моментов мы договариваемся идти параллельно, есть контентная часть, а параллельно мы решаем все работы с договорами, потому что иначе вам придется ждать долго, поэтому если вы хотите начать работать через месяц и через два уже получить деньги за R&D, то это тоже, наверное, пока не в Сбербанк. Не знаю, может быть, Саша что-то добавит про Яндекс и как вы взаимодействуете с вузами? Как с вузами взаимодействия? Ну, есть ли тропка из вузовских кадров начать продавать какие-то проекты в Яндекс? Ну, из вузовских взаимодействий с Яндексом? Ну, откуда угодно можно. У нас было, я не могу сказать, что это массовая история, бывает успешный опыт, когда мы покупаем, когда мы берем из вуза команду к себе, там, и вузу денег тоже достается, был такой, то есть один такой случай я точно знаю. Мы так взяли команду, которая занималась распознаванием текста, Сяром. Вот, но вообще не очень важный источник. Вуз это не вуз, там, откуда угодно можно брать людей, если, ну, у нас немножко проще история, то есть мы можем людей взять с технологией в чистом виде, то есть если эти люди показывают хороший технологический результат, для нас это уже достаточное основание, у нас есть большое количество мест, куда это встраивается, вот, но я не к тому, что приходите к нам только с техническими знаниями, ну, то есть я-то только за это ратую, потому что, помните, начало вопрос, к какому человеку вы приходите, у нас есть там и более люди высокого уровня в точке зрения бизнеса, то есть те, которые смотрят на какие-то финансовые показатели, на рынки, на аудиторию, ну, в общем, возможно, и те и другие взаимодействия, и если мы говорим про какие-то технологические стартапы, тот кто угодно, и вузы, и все годятся. Окей, и последний вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!